Рождение танца – целое искусство. Для людей, далеких от мира хореографии и творчества, может казаться, что нет ничего проще. Подобрал музыку, выбрал несколько движений и готово. Но на самом деле это титанический труд. О тех, кто говорит на языке танца, расскажет Наталья Дуркина. Таисия Воробец уже 8 лет занимается в Либерти. В студии оказалась волей случая. Девочка за компанию с подругой заглянула на репетицию. Таисия признается, именно тогда она и влюбилась в танец. Это произошло сразу, потому что Светлана Васильевна только приехала к нам в город. И поэтому она с нами знакомилась, мы с ней знакомились. И как бы не было трудностей. Тем более я была всегда таким активным ребенком. И мы сразу начали с ней контакт. И я на первом выступлении уже стояла в первой линии, научилась делать какие-то трюки. И для меня это было что-то невероятное. До пандемии воспитанницы образцовой студии современного танца Либерти часто бывали на соревнованиях разных уровней. Именно такие выезды и помогли выйти на новый уровень мастерства. Когда мы прилетели к всей команды, были довольно-таки уже взрослые достаточно люди, лет 17-18. И как бы смотришь на них, они все такие, мышцы у них шикарные, техника прекрасная. И сначала кажется, что они все такие злые, какие-то такие прям нестроенные на борьбу. А потом поступаешь, когда выходишь за кулисы, и когда тебе кто-то говорит, что ты молодец. Ну это прям что-то такое приятное и безумное. Я же до слезы как-то заплакала, похвалили. Полина Кошель в коллективе не так давно, всего два года. До этого у девочки было другое увлечение и приходилось выбирать. Ходила часто на концерты в Дворец культуры Арктика, но не могла ходить раньше на танцы, потому что занималась художественной школе и не хватало времени. Но потом закончила и решила все-таки пойти на танцы. Спустя неделю Полина уже выступала на сцене. Хотя девочка и была новенькой, сразу получила равную нагрузку. Девочки занимаются достаточно давно. Мне было поначалу тяжело. Была большая нагрузка, но потихоньку, ежедневная работа, и со временем все стало получаться. Девочки всегда были рады помочь, поэтому им спасибо большое за это. Сердце коллектива – художественный руководитель. Светлана Ивина с самого детства мечтала посвятить свою жизнь танцу. В школе, когда я ходила на танцы, я уже изначально знала, что все-таки это мое, и без этого я уже не смогла дальше жить и ни в какой профессии себя больше не вижу. Светлана приехала в Заполярную столицу 8 лет назад. Тогда и осуществилась ее давняя мечта. Она открыла двери образцовой студии современного танца «Либерти». На удивление. Я вообще думала, будет очень мало народу. На самом деле очень много пришло детей и маленького возраста, и старшего. Поэтому коллектив стал расти просто не по дням, а по часам. И буквально через года 2-3 нас уже было около 100 человек. Сейчас в нашем коллективе в общем насчитывается около 160 человек. Даже несмотря на пандемию, девочки не прекращали заниматься любимым делом и оттачивали свое мастерство. Все конкурсы перевелись в формат онлайн. И вот буквально с марта 2020 года мы уже поучаствовали в шести конкурсах международных и всероссийских. И вот в пяти заняли уже диплом лауреат первой степени, а в одном завоевали гран-при. Посещая занятия, воспитанница коллектива получает не только способ самовыражения, но и настоящих друзей и вторую семью. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал Север.